Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 22 августа. Я продолжаю описывать все томаты, которые нынче выращиваю. И вот еще одна новинка, еще один томат-открытие, который я выращиваю нынче впервые, и который мне очень-очень понравился, это медвежья лапа. Я слышала, ну конечно все сорта невозможно посадить и попробовать, но хочется как можно больше. Я вот про медвежью лапу слышала. Семена мне прислали, у меня получилась точно такая же медвежья лапа, как на картинке томат, видите, один в один. Урожайный все. Но хочу вам рассказать одну интересную такую деталь, что мне прислали два томата медвежья лапа, разных изготовителей, производителей, и с разными описаниями, совершенно разные. Вот это интересно, я уже говорила про то, что у нас по стране гуляет много сортов, у которых названия одинаковые, но плоды совершенно разные. Вот тот, который... А, и чтобы не путаться, я высадила нынче один всего, вот такую медвежью лапу, а второй на будущий год хочу попробовать, чтобы не путаться. Вот первая медвежья лапа, которую я нынче выращивала. Среднеранее высокопродуктивный крупноплодный сорт любительской селекции. Сорт характеризуется редким сочетанием крупноплодности, завидной урожайности. Плоды плоскоокруглые, ярко-красные, выровненные, мясистые, сахаристые, на изломе. Впечатляет вес плода до 800 граммов. В кисти формируются 4-5 эффективных, надо эффектных, наверное, плодов. Ну пусть будет эффективных плодов. Общая урожайность достигает до 6-8 килограмм с растения. Вот обратите внимание, написано, куст мощный, высотой 120-170 сантиметров. Это под 2 метра. Требуется подвязка посынкования, 3 растения на метр. А вторая мегрежья лапа, написано, что это низкорослый куст с тяжелыми плодами. Плоды тут указываются меньше 500 грамм и куст низкорослый. Но тоже пишут, что поражает воображение. Великолепный крупноплодный сорт для открытого грунта без посынкования. Если этот, написано, что он высокий, его обязательно посынковать, обязательно подвязывать, то этот низкий и без посынкования. Ну, этот томат буду испытывать на будущий год. Они даже, смотрите, они даже картинки совершенно разные. Эти как немного ребристые, а эти выровненные. Этот буду на будущий год. Мы сейчас говорим вот про этот сорт, про который сказано, что плоды выровненные. Вот, точно такой же плод, как на картинке. Они даже один в один, близнец. Он действительно выровненный. Но у меня, я долго не показывала вам этот куст. Он действительно поражает воображение урожайности. Он был весь увешан плодами. Я хотела, чтобы плоды немного как побольше поспели. И показать вам во всей красе. Ну, получилась та же история у меня, что и с бычьим лбом под тяжестью плодов сломался колышек. Весь этот куст, они два куста оба сломались. Они упали, всё вот это вот перемешалось, которые плоды были сильно спелые, они вообще разбились с мятку. Ну, всё, короче, там передавилось. И мне вот теперь приходится показывать его вам дома. Но плоды, как вы видите, они не очень крупные. Если там написано до 800 граммов, у меня 300 или 400 граммов были самые большие плоды. Но, потому что у нас было очень жаркое лето, они без всякого капельного полива, они просто росли в открытом грунте. Поливала за сезон всего 2-3 раза. Как вы понимаете, до каждого кустика руки не доходят. Они получились не очень крупные, но зато получились мясистые, сахаристые и сладкие. И то, что они не очень крупные, я уже говорю, что я за крупными не гонюсь. Главное, чтобы был вкус, чтобы они были не водянистые. Вот это всё в этом году у них произошло. Они как раз не водянистые, они сладкие. Именно вот такие вот, как показано на картинке, и очень много плодов. Но куст был весь увешан. Я его, когда начала поднимать, попыталась снова на колышек привязать. Ничего не получилось. Спелые помидоры начали отваливаться, а подать, вы же знаете, что они долго на кистях не держатся. Если они ещё мало-мало держатся сами, когда поспеют, если их не трогать. Но если они упали, куст упал, его начинаешь поднимать, он поднимается почти лысый, и все помидоры валяются на земле. Вот эти помидоры, бычья, медвежья лапа. Я очень благодарна, что мне его прислали, вот этот сорт попробовать. Ну как мы зимой в Одноклассниках решили меняться сортами, кому какие нравятся. И вот люди начали писать, что очень хорошие медвежьи лапы я посадила, я не жалею. Для меня это действительно открытие очень урожайное. Кто ещё не садил, посадите. Если вы не гонитесь за крупноплодностью, вот такие вот, ну как они не мелкие, но 300-400 грамм. Это такой средний вес, очень такие хорошие, они тяжёленькие такие и красивые. Смотрите, какие они все ровные. Всё, вот этот сорт медвежьи лапа, он, конечно, будет у меня в каталоге. Вот тут я уже ему номер прилепила, 152. И этот сорт на будущий год я обязательно буду выращивать и высаживать. Так же, как загадка природы, так же, как розовый мёд, который в этом году первый раз я выращивала. Так же, как клушу и так же, как толстый джек. Ещё один сорт, который поразил меня своим вкусом. У него не очень большие плоды, он такой, ну как, можно сказать, середнячок. Но какой же он вкусный. Я вам сегодня постараюсь о нём тоже рассказать. Сейчас заканчиваю. С вами была Ольга Чернова. Это обзор такой кратенький. Новинки моего огорода. Томата медвежья лапа. Очень понравился. Вкусный, красивый. А сколько много плодов на нём. Люблю такие томаты, за которыми не надо сильно большого ухода, но которые дают большую отдачу. Всё.